Всем доброе утро! Вообще не планировала прям сейчас снимать до самого утра. Знаете, что я делаю? Я проснулась, в общем, ну, искупалась, высушила голову и села краситься. Я вам не показала вчера, ну, я говорила мельком, но не показывала. Мы заходили вчера в парфюм лидер и я купила себе новую тушь. Я в восторге! Я просто в восторге! Я вот накрасилась, я аж прям это, не удержалась. Хочу вам показать. Посмотрите на мои ресницы. Вот. Обалдеть! Это просто, да? Это просто шедеврально. Обалденные! Ну, чтобы вы понимали, у меня вообще как бы сами по себе реснички очень-очень короткие. Ну, коротенькие, вообще как бы резенькие. И вот, чтобы был вот такой вот эффект, что прям, ух! Это прям надо постараться. Вот, в общем, показываю вам тушь. Вот. Вот такая вот тушь. Обалденная! И я вообще всегда покупаю объемные туши. Но вот эта вот конкретно тушь, она удлиняющая, она не объемная. Но, несмотря на то, что на ней написано, что она удлиняющая, она объем тоже как бы придают ресницам. Вот. Я бы не сказала, что у меня нету объема на ресницах. Есть объем, но при этом длина. И они, посмотрите, прям все разделены. Не знаю, вообще классно. Вообще классно! Я прям вообще, не знаю, в восторге! Если кто-то в поисках туши, так что вот присмотритесь. Обалденная! Реально обалденная! Мне очень понравилось! А Саша себе, знаете, что купил? Ну вот, в парфюм-лидер. Он у меня решил отрастить себе бороду. Ну как, не то, что отрастить бороду. Нет, это неправильно выразилось. Просто ходить как бы с бородой. Вчера он себе ее подровнял. Это, ну, когда мы ездили, он просто был заросший. Ну, он только с трассы приехал, еще не было времени с собой заниматься. А вчера вот мы приехали с города. Он ее подровнял, сделал окантовочку, подстриг, ну, чтобы длина была равномерная. И купил себе всякие средства. Сейчас я вам покажу. По уходу за бородой! Вот такие вот средства он себе взял. Это у нас что? Ни одного слова по-русски. В общем, я не знаю, что это. А, тут есть по-русски. Так, очищающее средство для бороды обогащено кокосовым маслом и глицерином. Прекрасно ухаживает и очищает волосы от различных загрязнений. Хорошо пенится, смягчает бороду, питает каждый волос и защищает от сечения и ломкости. В общем, одно вот такое вот средство он себе взял и одно такое вот какое-то с мягкой пипеткой. Но тут нету ничего по-русски. Вот это, наверное, от него колпачок. Сейчас, подождите. Коробочка, вернее. А, это масло для ухода за бородой. Специальное, в общем, масло такое. В общем, Саша решил немножечко сменить свой образ. Теперь вот набрал себе тоже всяких штучек, дырючек. Ой, ладно, что, мне надо переодеться в какую-нибудь домашнюю пижамку или в что-нибудь, не знаю, сейчас какие-нибудь штанишки одену. Какие у меня планы на сегодня? Сейчас надо будет протереть полы. Насчет пылесоса у меня спрашивали в комментариях, Люба, типа, Саша, сделал пылесос или нет? Когда? Когда он должен был его сделать? Он даже еще его не смотрел. Он приехал позавчера, поздно вечером. Конечно же, он уставший. Представьте, он уставший с командировки, с дороги. У него вообще сил никаких не было. Я что, к нему должна была приставать и говорить, иди, чини мне пылесос? Нет, конечно. Получается, поздно вечером он приехал. Ну, я ему там накормила его, он искупался. Все, и как бы лег спать. Вчера утром у нас подъем был в 6 утра. Мы в 6 утра встали, в 7 утра мы выехали. Ну, в город, я вам показывала, снимала, мы ездили. Саша, надо было сделать флюорографию, а мне вот купить на весну одежду. Вот. То есть с 6 утра мы вчера уехали, опять же, приехали уже ближе к вечеру домой. Тоже уставшие, пока поели, пока то сё, ну, и легли отдыхать. Как бы, ну, не знаю, мне было жалко ему говорить, иди, смотри, там, чини мой пылесос. Сегодня он у меня проснулся, то есть он, ну, как бы, это, и пошел сдавать медкомиссию. Его нету, я одна дома. Так что пока что пылесос он не смотрел. А времени у него нету, но как появится, когда он более-менее освободится от всех дел, конечно же, он займется домашними делами. И лампочку поменяет, и пылесос сделает, и все. Но пока он не сделал, я хочу помыть полы. Ну, как всегда, просто, чисто пройтись со шваброй, с влажной. В первую очередь, не то, чтобы полы помыть, что полы грязные, а собрать ее, если где-то насорилась шерсть от котиков, собрать вот эту шерсть с полом. И сегодня я хочу приготовить очень вкусный ужин. У меня есть, я достала из морозилки, такая большая целиковая рыбка, горбуши. Хочу приготовить вкусные стейки из горбуши, в фольге, томленные с овощами. И рецепт просто обалденный. Сразу говорю, это не мой рецепт. Это рецепт Викиной мамы. Ну, Вику, вы все знаете, моя соседка, моя подружка. Я как-то кушала у нее вот эту рыбку, ну, как раз ее готовила ее мама. Какая она была обалденная! Вы даже не представляете! Она вот ее готовила в фольге, вот с этими овощами, и я помню, что я съела одну фольгу. Потом я не выдержала, я говорю, это настолько вкусно, я хочу еще. Я кушала еще. В общем, я не могла остановиться, насколько это было вкусно. И я сейчас вот вспомнила, ну, знаете, достала рыбку размораживаться, вспомнила про то, что вот когда-то я кушала вкусную-привкусную горбушу по рецепту приготовления тети Вали. Звоню Вике, говорю, Вика, звони срочно маме, узнавай, как она ее готовила. Пусть, ну, расскажет мне рецепт, я хочу приготовить по ее рецепту. Вика позвонила, все узнала, рассказала мне в подробностях, ну, как ее готовить. Так что сегодня будем готовить вкусную-привкусную горбушу. Просто обалденно, вот поверьте. Ну, дай бог, чтобы у меня получилось, как это готовила тетя Валя, чтобы у меня такой же вкус получился. Ну, будем стараться. И, в общем, надо вот это вот приготовить. Но на это мне надо подготовить кучу овощей. Я, наверное, сейчас пойду подготовлю овощи, потом начну их параллельно уже готовить. И пока они будут параллельно готовиться, чтобы много времени не терять, я параллельно этому займусь полами. В общем, пожелайте мне удачи. Я все подготовила. Я молодец. Сейчас вместе с вами приступим за приготовление вкусной-привкусной горбуши. Итак, что нам понадобится? Картофель. Картофель нарезаем соломкой. Далее чуть-чуть чесночка, буквально два зубчика, меленько-меленько-меленько их режем. Но это не обязательно, это на любителей. Это просто мы любим. Я вот решила добавить. Еще по рецепту чеснок вообще не идет. Далее баклажаны. Баклажаны я покупала два, но решила нарезать один. Думаю, одного достаточно. Я его замочила в слегка подсоленной воде, для того, чтобы, если вдруг в нем есть горечь, чтобы она вышла. Далее морковь. Две моркови натерла на корейской терке. Либо можете просто нарезать не крупной соломкой. Полукольцами две луковицы, два крупных помидора и два не очень крупных болгарских перца. Нарезала тоже такой средненькой соломкой, не сильно длинной. Так вот. Ну, в принципе, это и все. Ну и сама рыбка, соответственно. Итак, что нам нужно сделать вначале? Нам нужно все эти овощи обжарить. Сначала мы обжариваем картофель. Давайте включим сковороду, разогреем в ней масло. Так, сейчас я масло налью. Подождите. Вас надо поставить на штатив. Так, берем масло. Наливаем. Сейчас масло хорошо нагреется и буду отправлять сюда картофель. Но картофель надо чтобы слить с него воду. Я возьму дуршлаг. Чтобы он не был мокрый. Видно вам, не видно? Давайте чуть-чуть вас вот так развернем. Так, сливаем воду. Промывать картофель нужно обязательно, чтобы вымылся весь крахмал с него. Все, пусть вода стекает. Ну и мы сейчас конечно же займемся непосредственно самой рыбкой. Вот она такая красоточка. Смотрите какая жирненькая. А что нам нужно сделать? Нам нужно ее нарезать на средние стейки. Сейчас мы ее нарежем. видно вам? Картофель я думаю уже можно отправлять, потому что масло нагрелось. Аккуратно. Вот так. Все. И, как вы знаете, я его никогда не мешаю ничем. Вот он так у меня будет жариться. Сейчас чуть-чуть поменьше температуру сделаю. одну четверочку. Жарится пусть минут 20-25 потом первый раз помешаю. Я думаю я рыбку промывала, но я думаю ее еще раз промыть, то мне она не нравится. Видите сколько крови отлично. Так. Сейчас я ее еще раз промою. И нарезаем. Голова нам не нужна. Так. Головой избавляемся. Ну такие средненькие не тоненькие буду делать стыки. Вот. Видно вам? Так. Вот. У меня получилось раз, два, три, четыре, пять, шесть стейков и хвостик. Предостаточно для нас с Сашей. Теперь мы подготовим маринад для нашей рыбки. Ее нужно будет замариновать ну ненадолго можно минуток на 20 овощей. У меня она будет мариноваться до тех пор пока я буду готовить эти овощи. Как овощи приготовят, так и рыбка можно сказать что готова. Итак, что я беру? Пару зубчиков чесночка меленько-меленько измельченные. Затем берем майонез. Так. И дальше перчик. Вот есть я прибавляю. Чили добавлю тоже, но чили прям чуть-чуть. итальянские травы и соль. Так. Хорошо. Теперь все это хорошо перемешиваем. Ну вообще можно чеснок не добавлять, это уже на любителя. Можно просто соль, перчик черный и майонезик. Тот, кто не любит майонез, можно заменить на сметанку. Так. Готово. И теперь берем наши кусочки рыбки. Берем кисточку. И вот так вот кисточкой смазываем. Все. Вот такая вот рыбка у меня получилась. пусть она в этом соусе так вот немножечко пропитается, промаринуется. Остальные овощи тоже ждут своего часа. Я знаете, что хочу? Я хочу постирать Викину куртку. Так, ой, это моя новая. Так, так как я себе купила новую куртку, Вике-то надо ее отдать в куртку, правильно? Правильно. Мне, естественно, неудобно, но то, что я ее носила после себя, я думаю, я ее просернула. Она так-то чистая, но нет такого, что она где-то там испачкалась. Ну, просто я считаю, как бы по-культурному нужно возвращать после себя вещи абсолютно чистые, стерильные, потому что это как-то некрасиво, правильно? Поносил и отдал ношеную. Так, все, сейчас загрузим ее постираться. Карманы я вроде проверила, ничего в карманах нету. Так что, так, постираться. У меня тут светлая ночнушка, я думаю, вместе постираю, ничего страшного. Здесь у меня еще темная стирка, но, естественно, темную я в куртке закидывать не буду. Ну, наверное, просто капсулу возьму и капсулой постираю. У меня такие вот персил. Все, кладу капсулу. Я забыла, знаете, что я забыла посмотреть на куртке? При скольки градусах ее можно стирать. А то я сейчас выставлю температуру. Сейчас, подождите. Так. Нельзя использовать отбеливатель, гладить при средней температуре, можно стирать при температуре 30 градусов. Так, 30 градусов, хорошо. 30, так 30. Так. Закрываем. Сейчас 30 градусов поставлю. Все, поставила 30 градусов. Включаем. Так, все. Пусть стирается. Я тут уже набрала воду в тазик. Сейчас быстренько пройдусь, помою полы. Но полы помою без вас. А то на камеру это очень долго получается. А сейчас я без камеры вообще все сделаю за 15 минут. Вот каждый раз мою полы и каждый раз, вот знаете, просто поражаюсь. Сколько у меня собирается шерстюги по полу. Это вообще какой-то, я не знаю, ужас, просто ужас. Посмотрите, вот вы просто посмотрите на это. Это только с одной комнаты. Так вот вообще с каждой комнаты у меня такие полы чистые. Если бы, вот говорю, не шерсть, можно бы было вообще их не мыть. Но шерсть, конечно, очень много. Да еще то, что весна, мне кажется, сейчас коты линяют. Вот это весенняя линька. и поэтому ее как бы особо много становится. Ладно, пошла я дальше мыть. Все, картошечка у меня готова. Вот такая вот красота. Я ее, конечно же, посолила, ну, по вкусу. Все, готово. Перекладываем картофель в тарелочку. И теперь отправлю сюда обжариваться баклажаны. хорошо отжимаем от воды. Я их обжарю, потом попробую тоже. Ну, как бы вода была слегка подсоленная, но я замачивала, но мало ли, если вдруг соли будет недостаточно, я уже, когда они приготовятся, еще чуть-чуть их подсолю. Но надо пробовать. Сейчас подсолю эти баклажанчики обжарились. Слегка я их еще подсолила, мне показалось недостаточно соленые. Так, отправляю сюда болгарский перчик и обжариваю теперь вместе с перчиком. Вот, все, перчик с баклажанами обжарились, стали мягкими. Перчик еще плюс баклажанам насытил своей сладостью. Очень-очень вкусно получается. Это тоже все перекладываем в тарелочку. Такая красота. Ммм, как это вкусно. Так, теперь я буду обжаривать лук и морковь. Отправляем сюда лук, нарезанный полукольцами. И морковь, натертую на корейской терке. Так же обжариваем до готовности овощей. Все, постирала я Викину куртку. Спасибо Вике огромное за то, что выручила, за то, что дала мне ее поносить. Сейчас она высохнет и думаю, ну, до завтра, думаю, высохнет, завтра ее верну Викульке. Вообще, вот такая вот красота. У меня здесь еще висела до этого, стирала постельная белье. Сейчас мне надо это постельное все сложить в комод. Сейчас вместе с вами сложу. Меня в комментариях спрашивали, когда у меня будет следующий визит к моему врачу, к гинекологу. Следующий визит у меня стоит на 27 число. И вы знаете, что у меня в этот раз будет очень такой интересный, очень такое интересное посещение, потому что я буду сдавать интересный анализ. Ой, мамочка, чуть-чуть люструю не свалила. Это, я ни разу в жизни такой анализ не сдавала, но, оказывается, если вы беременны, то вы сдаете этот анализ. Что мне предстоит, что меня ждет? Мне нужно сдать, я не поняла, то ли это измеряется уровень сахара в крови, по-моему, измеряется уровень сахара в крови. Я так поняла. в общем, мне надо быть 27 числа без 15 8 утра уже в поликлинике. Вот, я прихожу без 15 8, это, ну, не знаю, либо я с ночевкой останусь в городе, сниму заранее квартиру, чтобы мне, ну, утром встать и туда в поликлинику прийти, либо мне придется отсюда выезжать, ну, я не знаю, часов в 5 утра, чтобы там быть без 15 8. Ну, посмотрим, я еще об этом не думала, ну, да ладно. Вот, в общем, первое, без 15 8 утра мне нужно туда приехать и идти в процедурный кабинет. В процедурном кабинете натощак у меня берут кровь, причем, что как доктор мне сказала, что кушать нельзя уже, по-моему, с 9 вечера, ну, с вечера, то есть вот 9 вечера все, я перестаю кушать до утра. Вот, без 15 8 у меня возьмут кровь, затем мне надо будет час где-нибудь гулять, ждать, затем через час я возвращаюсь опять к процедурному кабинету и через час мне должны будут дать глюкозу, доктор мне сказала, возьми с собой негазированную воду, чтобы ее можно было запить, так, говорит, ты вряд ли ее сможешь выпить. Она говорит, выпиваешь эту глюкозу и у меня опять будут брать кровь. Затем я должна буду гулять еще где-то час и еще через час у меня опять будут брать кровь. В общем, вот так вот, три сдачи крови у меня будут, ну, мне предстоит, все это делается на голодный желудок, вот, ни разу в жизни, честно вам говорю, ни разу в жизни не сдавала такой подобный анализ, это у меня будет впервые, но беременным надо будет сдавать этот анализ, вот, кто был уже переменяшками, кто сдавал такой анализ, расскажите мне, пожалуйста, насколько противно пить глюкозу, это вообще, какая она на вкус, мне прям аж интересно, это просто как лекарство какое-то будет по вкусу, или что, не знаю, не понимаю, так, ладно, в общем, ну, я не знаю, возьму, наверное, скорее всего, вас с собой в поездку, очень надеюсь, что Саша будет еще здесь, тоже спрашивали, насколько Саша приехал, не знаем, мы сами не знаем, сейчас выходные, как бы, ну, ждем понедельника, в понедельник Саша пойдет в офис, и будем узнавать, вообще, как мы мечтаем, как мы хотим, чтобы ему дали две недели отгулов, но это не факт, если будет, как бы, какой-нибудь там завал с работой, или еще что-то, то ему могут, ну, как бы, не дать добро, на то, чтобы он отдыхал две недели, и могут вызвать раньше, в командировку, но будем, очень будем надеяться, что в этот раз он приехал на две недели, две недельки мы пробудем вместе, и, естественно, если он будет тут, то он свозит меня в поликлинику, вместе с Есси, ну, с Сашей в город, и я обязательно вам сниму эту поездку. Так, все, белье я сложила, пойдемте посмотрим, что у меня там с луком и с морковью. Лук с морковью обжарились, так, отправляем сюда свежие помидорки, теперь жарим с помидорами, все, помидорки тоже обжарились, перекладываем все это в тарелочку и теперь нам надо обжарить рыбку с двух сторон буквально парочку минут, чтобы она так корочка схватилась с этой, с этой стороны. переворачиваем и еще с другой стороны буквально полторы минутки и все, убираем. Все, теперь мы можем собирать наше блюдо. С чего мы начинаем? Смотрите, я взяла фольгу, один лист постелила вот так и один лист поперек, ну то есть два листочка у нас получается на одну порцию. Так, собираем первую порцию, на дно выкладываем лук с морковью и томатами, так, затем жареный картофель, в кастрюлю, в кастрюлю, в кастрюлю, в кастрюлю, в кастрюлю... затем баклажаны с перцем кладем кусочек ой кусочек рыбки и еще чуть-чуть лук с морковью и томатами на рыбку вот так вот у нас все это получается теперь все это сворачиваем в мешочек вот такая вот большая индивидуальная порция на одного человека это очень сильно это очень вкусно и теперь так проделываем нос со всей оставшейся рыбкой со всеми оставшимися овощами и все это затем каждый вот этот конвертик выкладываем на противень отправляем в духовку на 20 минут можно на 15 минут так как в целом у нас все ингредиенты готовы осталось теперь чтобы они насытились друг друга вкусом ароматом соком и так далее все 15-20 минут в духовочку и можно кушать я вообще не могу вот у всех людей все как у людей у меня же все через одно место ну это я не знаю столько я столько готовила я все это подготовила и что вы думаете у меня закончилась фольга вот он мой первый конвертик вот я его уже выложила на противень какая я молодец вот они все мои подготовленные рыбы и овощи и что я раскручиваю эту вот у меня последний листик и все и она закончилась у меня закончилась фольга я естественно побежала квики говорю вика поделись со мной фольгой пожалуйста мне надо доделать блюдо и как у меня нету фольги нету фольги естественно я же не могу бросить готовку вот на полпути уже тут осталось прям на последний штрих довести все как говорится у меня тут и это духовка уже разогрелась наверное надо выключить духовку потому что я потому что я пошла в магазин за фольгой и только потом буду доготавливать все у меня все готово на такой прекрасной ноте буду с вами прощаться всем огромное спасибо за просмотр я вас всех люблю целую и еще раз конце прям вот хочу вам порекомендовать этот рецепт тот кто еще так не готовил попробуйте обязательно приготовить потому что я просто уже это ела я точно знаю что это обалденно вкусно это правда очень очень вкусно так что всем любителям рыбки и овощей я вам советую